Эти трудолюбивые зверьки нередко попадают в объектив видеоловушки. Так, сотрудники Мордовского заповедника присматривают за краснокнижными грызунами. До сих пор они числятся в списке охраняемых зверей Красной книги Мордовия. Но бобры расплодились и начали вредить людям. Строить плотины рядом с жилыми домами и дорогами. А недавно они повредили ценные деревья в ботаническом саду. Из несколько десятков тополей нетронутыми остались только пару штук. Но так кажется только издалека. Если присмотреться, то и эти стволы тоже уже объедены. Самими бобрами нам увидеться не удалось. Работают грызуны в основном ночью. Зато следов их пребывания здесь много. Горы стружек и погрызанные деревья такие последствия оставили после себя бобры в ботаническом саду Саранска. Причем попортили четвероногие лесорубы несколько десятков тополей. Государственная забота пошла бобрам, видимо, на пользу. Они увеличили популяцию и даже начали вредить людям. Их плотины из-за пруда затапливают в Мордовии целые деревни, превращают в болота, поля и огороды. А в Краснослободском районе из-за бобровой плотины даже затопило единственную сельскую дорогу. Теперь составители обновленной Красной книги подумывают исключить бобра из списка редких животных. Численность бобров на территории республики действительно не низкая. То есть мониторинг показывает по сравнению с предыдущим количеством, когда был список редких видов краснокнижных. Состав бобра был включен. Сейчас численность популяции улучшилась. Сейчас ученые обновляют список редких и исчезающих видов не только животных, но и растений, грибов. Первый том Красной книги Мордовии был издан более 20 лет назад. С тех пор она ни разу не переиздавалась. Напечатать обновленную Красную книгу Мордовии планируют до конца 2025 года. И бобр в нее вряд ли войдет. Но это не значит, что как только бобра исключат из списка редких и исчезающих, то на него можно будет охотиться. Прежде чем Минлесхоз Мордовии начнет выдавать разрешение на его добычу, бобров придется пересчитать в каждом районе. В университетском ботсаду признаются, отстреливать своих бобров не дадут. Но уже составили план, как отогнать грызунов подальше. Зверь любит тишину. И поэтому в саду будут чаще проводить экскурсии. Анастасия Суркова, Андрей Просвиркин. Наши новости.